Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча и в сегодняшнем видео я хотел бы зачистить полностью все локации, которые только есть у нас в игре Лас Дэнер Сурвайвл и делать это буду совсем необычным способом, не буду даже чоппер брать, нам для этого нужно выйти просто на глобальную локацию и здесь сделать чудо. Ребят, не забудьте влепашить свой крутой лайкос и написать комментарий, это огромная поддержка, всем сразу огромное, неимоверно огромное спасибо от души. Итак, я буду чистить не только простые локации, но и также буду чистить в секторе, но каким же образом? Образом провианта и, конечно же, готовых обедов. Давайте начнем с каменных холмов, посмотрим, что нам выпадет. Для того, чтобы зачистить каменные холмы, нам, конечно, нужно кучу провианта, целых два, это сарказм. Кстати, каждый новичок, кто начинает играть в Лас Дэнер Сурвайвл, получает 20 бесплатных провианта, это очень круто получить некоторые локации. Сразу лайфхак от Михалыча, лучше чистить зеленые локации. Зеленые локации принесут вам много древесины и известняка, и это будет очень круто. Дальше мы приступаем, конечно же, к локациям, таким как оранжевые, здесь уже выпадает нам катана, довольно неплохо. И я скажу вам, что это даже реально круто. Следующая оранжевая локация, только уже дубовая, сосновая, ребят, принесла нам всего лишь навсего клюшку. Это намного хуже, но тем не менее, ребят, катана и клюшка, это две разных вещи. Катана, это самое топовое оружие ближнего боя. Я думаю, что именно это оружие, но самое крутое, без модулей. Итак, ребят, у нас красная локация, если честно, даже меньше принесла всего интересного, чем наша оранжевая. Здесь также, конечно, хотелось бы проверить еще раз, но у нас еще впереди, например, оранжевая, красная локация, дубовая. В дубовой роще много чего интересного, но если честно, я бы не чистил их с помощью провианта, даже если бы очень сильно надо было. А вот красная локация дубовой, это уже отдельный вопрос. Здесь дуба в три раза больше, хотя стоит она всего лишь на две копеечки провианта больше. Давай-ка заценим, что у нас выпадет в зимней локации. Зимняя локация нам принесла довольно приятненький сюрприз в виде, ну, то есть, руды. Я скажу вам, что лучше всего красная, потому что там руды падают раза в три больше, может быть, даже в пять. Но самое главное, что ни эти, ни другие локации я бы не чистил, я бы всего, например, на весь этот провиант лупанул во зеленых. Представляете, сколько древесины я бы заработал. Необходимый транспорт и тут тоже необходим транспорт. Я не знаю, по-моему, нельзя зачистить с помощью провианта эти локации, но давайте мы это проверим немного позже, в самом конце видео. А сейчас... Так, давай, наверное, мы зачистим мотель-отель. Мотель всегда отличался каким-то уникальнейшим лутом, поэтому вот так вот забираем и удочку, и клюшку для гольфа. Нет, это клюшка для хоккея, хоккейная клюшка. Вот так вот называется правильно. Дальше старая ферма, уже стальная пластина и сам опал. В прошлый раз, когда я чистил сразу же несколько локаций и мотелей, и ферм, и полицейских участков, и также не полицейских, а бункеров альфа, я получал много интересного. Но самое главное, что мне выпадал лучше всего из нашего бункера альфа. Это было круто. Здесь мы тоже стальную получили. Интересно тоже полицейский участок, что нам даст. Всего лишь одну карточку. Это очень мало. Ну и, наверное, остается только одно. Просто залететь домой. Взять АТВ, ребят. Просто неимоверно крутое АТВ. И, естественно, сейчас же вылететь, выехать на глобал. Залететь в наши локации, которые поинтереснее. И попробовать именно болотные локации, естественно, зачистить. Итак, залезаем. Кстати, там был очень долгое время, застрял зомби. Почему-то в этот раз он где-то делся. Ну а пока что чекаем, ребят. Чекаем. Ну, что за локация нам попалась? Это все интересно. Но, если честно, так, привал дороги нужный транспорт. Да, Гаян, о чем-то. Чтобы сэкономить бензин, я сразу же приеду, ребят, на пешкодралах на красную локацию. Только потом с нее уже, наверное, все-таки выехать будет в дубы. Что? Никогда не был на вот этой вот вышке. Да сколько же ты будешь там идти? Ехать. Смотровая вышка. Вы хоть раз были на этой смотровой вышке? Я никогда. Надеюсь, что можно будет войти. Или это просто будет как-то странно выглядеть. Смотрим. Я ни разу здесь не был. Просто вот сейчас я сколько играю в ЛАЗД, ни разу не был на этой именно смотровой вышке. Много где я был, на этой не был. Что здесь вообще? Да ладно, тут даже какой-то ящик. Разве мы что-то здесь делали? Разве нам тоже нужен был... Если честно, ребят, я не помню. Может быть, даже и бывал. Если честно, я не помню, как открывались. По-моему, они сразу же открылись, и мы без проблем зашли. Давайте чекнем, что здесь. То есть, по-любасу был, потому что здесь все открыто. Ясень здесь фармить нельзя. Самое главное, что именно с этой локацией сейчас могу без проблем зачистить, если это возможно, с помощью провианта и дубовой болотной локации. То есть, это не дубовая, а ясень на болотной. Болотная локация. Итак, смотрим. Ага, то есть, так же, как я и думал, у нас только вот этот вот дубовый... Блин, дубовый лес можно зачистить. И все. Кстати, глок неплохо, не оранжевая, не красная локация нам не позволяет немножечко пошалить и все-таки зачистить это все дело. Пока наш персонаж переезжает вот сюда, я, естественно, хотел бы сейчас переехать в другие более топовые локации и именно там тоже пошалить. Если честно, хотелось бы побыстрее зачистить вот эту вот локейшн. Это просто топ. Лока так лока, нефтяная. Кстати, здесь тоже... Ну, если честно, я помню, что нельзя с провиантиком. То есть, вот эта локация была бы прикольно зачищена. Я думаю, что с этой стороны она даже выглядит еще покруче. Ну, а пока что... Тоже так же хотелось. Нефтяная вышка. И это тоже нефтяная вышка. Выглядит по-разному. Называется одинаково. Теперь мы, конечно же, с помощью магических действий перемещаемся в кратер. В кратере тоже много локаций и все хочется почистить. Я понимаю, что у меня не будет просто сколько провианта, чтобы зачистить полностью все локации. Но, тем не менее, я думаю, что у нас должно что-то хоть как-то получиться. Итак, ребята, у нас здесь есть просто и зеленые дубовые и каменные такие же локации. Давай-ка мы начнем с зеленой вот такой вот локации и посмотрим, что у нас здесь дается. Во-первых, 36. О, немножечко по шмоту. 36 вот таких вот нашивок, талонов. Я уже, если честно, все подзабывал, как оно все называется. Дальше интереснее. То есть, у нас каменная локация тоже зашла довольно неплохо. Вот интересно, что у нас предгорье скажут. Предгорье скажут, что не особо, конечно, круто было бы ходить предгорье. А вот, например, сосновый бор. Well done. Сосновый бор довольно неплохо. Очередь стала наших топовых локаций. Блин, да что ж такое. Если честно, хотелось бы какие-то револьверы или что-то еще. О, клюшка пластмассов. Это уже неплохо. Я не знаю, сколько именно у меня провианта, но я надеюсь, что сейчас без особых проблем мы, ребят, попробуем залететь также в очень опасные, более суровые и опасные локации. Для этого нам придется подойти к Чопперу, чтобы пойти к, ну, я думаю, какие-то там дубовые или еще какие-то. Ну-ка, на-ка. Да ну, да ну у нас в сети. Так, привет тебе, Дануна. Итак, ребят, нам нужно посетить Чоппер, чтобы зачистить рыжий лес. Также у нас есть, что тут, если честно, контейнер, по-моему, не чистится. Перекрылся, так я не знаю, тоже чистится или нет. Ну, давайте сдубовываю. Мне просто не хватит на все провианта, поэтому я думаю, что мы сейчас рыжий лес чистим. Смотрим, что нам выпадает. И дуб, и здесь уже кожа. Но, если честно, я бы, например, зачистил простые локации. Мне бы дало намного больше полезных вещей. Дальше я хотел бы бокситный. Бокситный. Так, отлично. Бокситик, бокситик. Ехали. Провианта не хватает. Всего лишь один провианта не хватает. Ну, то есть это готовых объектов. Я понимаю, что это выглядит как-то по-нубовски, но, тем не менее, ребят, всегда и везде, я говорю всем, если вы хотите максимальную пользу, ребят, пользу, максимальную пользу, очень смешно, максимальную пользу получать с провианта или готовых обедов, вы знаете, что в турнирах сейчас это все не выиграет, оно не пашет. Я думаю, что лучше всего чистить вот такие вот рощи, с них вы получаете довольно-таки неплохие предметы и все, что вам нужно, просто побольше известняка, побольше древесины, можно и уголь, и как топливо, и в принципе использовать практически везде. Это очень круто и даже можно и сказать полезно. Я использовал все, что у меня было. Показал все, что смог. Надеюсь, что вам видосик зашел. Надеюсь, что вам видосик понравился. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. Писать комментарии, это обязательно. Подписывайтесь, ребят. Не обижайте Михалыча Топик Геймс. Вам удачи, пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok